Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – Франция. Франция – это настоящий заповедник памятников архитектуры и культуры древних цивилизаций и эпох. Здесь сохранились пещерные жилища древних людей, дороги, виадуки, триумфальные арки и арены эпохи галаримской архитектуры I века н.э., а также многочисленные памятники романской архитектуры. Франция – самая большая страна в Западной Европе. Ее площадь – 549 тысяч квадратных километров. На западе и севере территория Франции омываются водами Атлантического океана и пролива Ла-Манш, на юге – Средиземным морем, поэтому морские границы Франции могут быть условно разделены на три части – побережье Средиземноморья, прибрежная полоса Бискайского залива и Атлантики и берега пролива Ла-Манш. На юго-западе Пиренеи отделяют республику от Испании. На юго-востоке Франция граничит с Италией. Горные массивы Альп и Юра создают естественную преграду на востоке. Здесь Франция граничит со Швейцарией, Германией, Люксембургом и Бельгией. Частью территории Франции является остров Корсика в Средиземном море. Кроме того, Франция владеет обширными заморскими территориями. Во Франции представлены три разные формы рельефа – равнины, горы и плато. Строение земной кары территории таково, что наличие некоторых возвышенных территорий не является преградой для связи между равнинами. Вдоль границы с Испанией простирается горная цепь Пиренеев. Из-за высоты гор и труднодоступности перевалов связи между Испанией и Францией весьма ограничены. Сообщение между этими странами поддерживается преимущественно по немногочисленным узким проходам между горами и по морям на западе и востоке. Альпы частично образуют границу Франции с Италией и Швейцарией. Высшая точка Западной Европы – гора Монблан, 4800 метров, живописно выделяется на фоне ледниковых долин. В отличие от Пиренеев, в Альпах имеется ряд относительно легкодоступных перевалов. Горы Юра имеют складчатое строение, сформировались одновременно с Альпами и имеют тесную геологическую связь друг с другом. Центральный массив, расположенный между бассейнами рек Луары, Гароны и Роны, представляет собой крупнейший массив, возникший в результате разрушения древних Герцинских гор. Раньше в этих породах происходили вулканические извержения. В настоящее время массивы утратили свою вулканическую активность. Тем не менее, на поверхности еще сохранились много потухших вулканов. Армариканский массив, занимающий территорию полуострова Британь и Катантен, менее поднят и менее разбит трещинами по сравнению с центральным французским массивом. Горы Вагезы, отделяющие плодородную долину Рейна в Ильзасе от остальной части Франции, достигают ширину всего 40 километров. Сглаженные и заселенные поверхности этих гор возвышаются над глубокими долинами. Во Франции выделяют несколько типов климата. Атлантический на западе, Средиземноморский на юге и континентальный в центральных и восточных частях страны. Лето здесь достаточно жаркое. Температура июля и августа от плюс 20 до плюс 25 градусов. Настоящей зимы практически здесь не бывает. Снег выпадает очень редко, зимы мягкие и часто идут дожди. Горные районы имеют свой микроклимат, присущий районам высотной поясности. Зимы здесь относительно холодные. Температура от плюс 4 до минус 16 в долинах и до минус 6 в горах. Снег в горных районах лежит до июня. Особое влияние на климат Франции оказывают ветра, которые имеют свои названия. Это такие, например, как Лебекио и Мистраль – северные и западные ветра, Сироко – юго-западные, Леванты – восточные. Побережье Средиземного моря и долина Роны до Леона относится к субтропической средиземноморской климатической зоне. Горные массивы Альп мешают проникновению теплых циклонов вглубь страны с юго-востока, что определяет особые климатические условия в прибрежных областях Леонского залива. Температура воздуха в этом районе в зимние месяцы от плюс 5 до плюс 12 градусов, летом – плюс 18, плюс 26. В год здесь выпадает от 600 до 1000 миллиметров осадков. Реки Франции берут свое начало в Центральном массиве и впадают в Атлантический океан и Средиземное море. Благодаря своему географическому положению Франция богата водными ресурсами. Вся территория Франции покрыта разветвленной сетью рек и каналов, которые имеют огромное экономическое значение для страны. Судоходство является одним из самых дешевых видов транспорта. Экономическое отношение с помощью судоходства поддерживаются не только между районами Франции, но и с соседними странами, например, с Германии по реке Рейн. Огромное значение реки имеют и для сельского хозяйства страны, особенно на юге Франции, где большое количество виноградников и полей со злаками, и где среднегодовые осадки недостаточно для хорошего урожая. Во Франции четыре большие реки – Сена, Луара, Гарона и Рона. Они являются важнейшими артериями страны. Территория Франции была заселена за многие тысячелетия до н.э. На севере страны сохранились каменные сооружения, построенные первобытными людьми. Сейчас Франция – это одна из самых крупнейших стран Европы по численности населения – около 61 миллиона человек. 93% населения страны – это французы, верующие – преимущественно католики. Территория Франции разделена на 19 исторических областей. Помните песню Д'Артаньяна, героя романа Александра Дюма «Три мушкетера», где он упоминал некоторые области Франции – Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс? Большая часть населения Франции живет в небольших городах по 20-30 тысяч жителей и в нескольких крупных городах – Париже, Леоне, Марселе. Маленькие города сохраняют средневековую планировку, при которой в центре располагается замок или монастырь, площадь, церковь, мэрия и рынок. От центра расходятся улицы в виде радиусов. Франция – высокоразвитая страна. В промышленности Франции огромное значение имеет производство автомобилей, самолетов, радиоэлектроники. Мировую известность в промышленности приобрели производства, выросшие из традиционных ремесел. Это парфюмерное производство, леонские шелковые мануфактуры, сербский фарфор. Важное место в хозяйстве страны принадлежит виноделию. На морских побережьях ведется лов рыбы и разводят устриц. В сельском хозяйстве преобладает животноводство. Здесь разводят коров, овец, коз. Из полученного молока производят знаменитые французские сыры. Франция – это страна древней истории и культуры, один из крупнейших районов международного туризма. Только Париж посещает около 50 миллионов человек. Туристов привлекают средиземноморские курорты французской ривьеры – Канны, Ницца, Ментон. Популярны горнолыжные курорты в Альпах – Изола-2000, Шамани, Лизарк и другие. На этом мы завершим свое виртуальное путешествие по странам и континентам. Урок окончен. До свидания.